Коллеги, доброе утро! Доброе утро, коллеги! Мы потихонечку собираемся. Суббота, раннее утро. У кого-то уже разгар дня, у кого-то уже вечер, наверное. Но международные конференции всегда этим отличаются. Ну что ж, мы потихонечку собираемся. Рад вас приветствовать на втором дне нашей конференции Business Trees Online осень 2022, которая проводится на русском языке. Но хочу напомнить, что наша конференция Business Trees Online, проводимая Международной ассоциацией Business Trees, проводится три раза в году. Весной проводится англоязычная конференция, летом проводится конференция в Китае и осенью проводится конференция на русском языке. Ну, многие предпочитают, чтобы была единая конференция, но с многоязычным переводом. Ну, как бы это еще, я считаю, такие бывали конференции, конечно, мы делали. У меня очень большой опыт проведения конференций от Европейской Тrees Ассоциации до Международной Тrees Ассоциации и других конференций, в том числе, немножко к трезнеотносящимся. Но, тем не менее, многоязычные конференции хороши, когда люди собираются в одном месте, вот, они выступают с докладами, а затем они в основном общаются друг с другом в неформальной обстановке, что, в общем-то, очень хорошо для многих конференций, когда те, кто собираются на конференции, могут пообщаться в неформальной обстановке. К сожалению, пандемия и онлайн-формат немножечко выбили нас из колеи, но я думаю, что многое будет проводиться в онлайне в будущем, потому что этот формат никуда не уйдет и он очень удобен, поскольку он здорово повышает производительность, но для неформального общения, конечно же, лучше собираться вместе, вот, потому что при неформальном общении организуются нетворки, партнеры и так далее. Ну, хорошо. Я думаю, что время начинать. Пять минут, Алексей, я добавлю к вашему докладу, так что все 30 минут у вас будут. Если ко мне, то Анатолий. Анатолий. Ну что, коллеги, значит, я объявляю наш первый доклад. Первый доклад будет Анатолия Желтого, Анатолий, в общем-то, давно занимается ТРИС, уже, наверное, года три постоянно, как у него третий уровень сертификации IBTA. Ну, он, наверное, сам себя представит, поэтому доклад называется «Бизнес ТРИС для бизнеса, архитектуры и предприятий». Анатолий, экран ваш. Да, коллеги, доброго дня всем. Доброго утра или доброго вечера, в зависимости от вашей географии. Скажите мне, видно ли мой экран? Да, видно замечательно. Да, все нормально. Да, спасибо огромное. Давайте, да, я постараюсь сейчас, у меня там 14 слайдов, постараюсь коротенечко пройтись по тому, что же такое для начала бизнес-архитектура. Ну, к сожалению, немногие знают, что это за понятие, где оно применяется на крупных предприятиях. Это связано, в первую очередь, с IT. Ну, давайте, наверное, начнем. Так, потихонечку. Вот. В целом, что такое бизнес-архитектура? Бизнес-архитектура – это самое верхнеуровневое построение всех процессов на предприятии. Ну, обычно это относится к крупным, как я уже сказал, предприятиям или холдингам, в которых есть очень крупный IT-блог. И, собственно, мы, как бизнес-архитекторы, стоим обычно под непосредственно собственниками бизнеса. Если это группа предприятий, это там наблюдательный совет, это может быть правление. То есть это не только там, например, технический директор или там SEO. Так вот, бизнес-архитектура, она, собственно, занимается самыми крупными проектами на предприятии, и самыми запутанными. С этого начинается все. Уже после этого строится и техническая архитектура, и архитектура информационная, ну, то есть движение различных потоков, и какая-то архитектура приложений или дальнейших решений. Ну, вкратце вот здесь, на первом слайде, в принципе, я думаю, видно, о чем речь. Если прям двумя словами, то выражаясь чуть-чуть грубоватым языком, сленгом, то мы натягиваем желание бизнеса на возможности разработки с учетом административного и IT-ландшафта. И поскольку это самый верхний уровень планирования и внедрения новых решений в бизнес, как правило, в крупный бизнес, ну, в средний тоже относится сюда, то нам приходится решать максимально нетривиальные задачи. Ну, давайте там, коротенечко пройдемся по тем задачам, которые могут быть вот на этом уровне архитектуры, да. Например, продать часть компании или продать какой-то отдельный актив, бизнес, какую-то бизнес-единицу или там балансовую единицу. При этом, например, у нас, если брать нашу корпорацию, то у нас там уровень автоматизации доходит до 97%. То есть это касается всего и операций, и маркетинга, и коммерции, ну, в общем, и создания каких-то продуктов. Соответственно, там, купить какую-то компанию, объединить бизнесы, но, например, не до конца. То есть сейчас рынок достаточно подвижный вообще в мире. То есть кто-то продается, кто-то покупается, кто-то продает части компании и так далее. И здесь порой у большого бизнеса есть дилемма, например, купить какую-то часть бизнеса, прокачать и продать на рынке, либо купить, прокачать до того уровня, что им самим станет, например, интересно, и интегрировать в себя. Или же, например, владеть какой-то долей, при этом управлять полностью компанией, но при этом не затаскивать полную автоматизацию. Или же, наоборот, являться не полностью аффилированной организацией в дальнейшем с этой организацией, но обладать автоматизацией этого предприятия, ну, там, хотя бы на уровне отчетности и управления мастер-данными. Например, бывают такие пожелания от собственников, там, хотим как... Ну, они коротко говорят, то есть я сейчас без рекламы конкретных предприятий, они говорят, мы хотим как Амазон, хотим как Гугл, хотим как Убер, хотим как кто-то еще, то есть это значит, что необходимо взять определенные сильные стороны этих компаний и применить нам в бизнес, поскольку это там... Это классно, это хайп, это тренд, это нужно, это понимаем, что автоматизирует или сократит наши издержки. Ну и, например, достаточно интересная задача, хотим понимать, как чувствует себя клиент на каждом этапе Customer Journey Map, что, в принципе, достаточно нетривиальная история, поскольку, ну, клиент где-то, а мы здесь вот находимся на предприятии, и одно дело просто удовлетворенность клиента, это конечный пункт, а под этапы могут быть совершенно различные, то есть клиент может испытывать определенные трудности на каждом этапе взаимодействия с нами, как с компанией, или там корпорацией, или группой компаний, и так далее, или какой-то экосистемой. И нам необходимо при добавлении, при добавлении, да, цепочек добавленной стоимости, при исследовании этих цепочек добавленной стоимости, нам необходимо понимать, как себя чувствует клиент на каждом этапе. Ну, такие вот типичные задачи для бизнес-архитектуры, они частенько очень нетривиальны, потому что, ну, большие корпорации, это все-таки там много тысяч человек, которые задействованы, это огромное количество, там огромная карта процессов, много всяких хитросплетений и так далее. Ну, и, в общем, что мы на выходе получаем? Когда к нам прилетает вот подобного рода задач, мы получаем там сто тысяч пятьсот противоречий, которые нужно решить максимально быстро. Соответственно, ТРИС учит нас решать эти противоречия, предоставляя прекрасный инструментарий. Соответственно, вот есть достаточно известный мем, чувствуешь давление большой задачи, возьми ее, раздели на несколько небольших задач, ну, все, маленькие теперь, в общем-то, проще игнорировать. Но это далеко не так, потому что, как правило, эти задачи приходится решать в максимально короткие сроки. Ну, то есть, от самой верхней уровней, в австрактной формулировке руководителя, или группы руководителей, или наблюдательного совета, до внедрения этой задачи уже в опытную промышленную эксплуатацию, порой проходит не более чем, там, полгода. Для малых предприятий полгода кажется страшной цифрой, для огромных предприятий полгода это означает завтра. Ну, а то и уже сегодня. Вот. Соответственно, что обычно на этих проектах приходится делать? То есть, приходится иметь у себя группу бизнес-аналитиков. Если ее нет, конкретную задачу нужно набрать. Потому что бизнес-архитектор, он рисует самый верхнеуровневый пайплайн из тех процессов, которые необходимо внедрить. Дальше уже, там, solution-архитектор, например, или enterprise-архитектор разбирают каждую свою систему и смотрят, что с этим можно сделать. Например, бизнес-аналитики уже разбирают конкретные бизнес-процессы. Ну, дальше нужна, естественно, группа аналитиков данных для того, чтобы собрать входные какие-то метрики, построить нужные дашборды. Соответственно, собирать и обрабатывать на лету желательно в режиме реального времени все изменения во всех системах, поскольку порой это может быть, там, и 5, и 10, и 20 систем, которые между собой сильно взаимосвязаны, поэтому доработка изменений одной системы влечет за собой изменения данных, потоков данных, процессов и так далее. В других системах нужно это оперативно отслеживать и по возможности исправлять, если что-то идет не так, потому что что-то идти не так может очень часто быть. Точнее, даже так. Если все идет так, значит, ты ничего не изменил. Значит, ну, знание корпоративных систем, всех их функций, это понятное дело, это, как бы, самая, наверное, несложная часть. Ну, и там, пара хороших руководителей проектов, чтобы взаимодействовать с десятком стейкхолдеров, потому что каждая система это свой, как технический владелец, так и бизнес-владелец, плюс ко всему куча разных бизнес-процессов со своими владельцами. Ну, и, в общем, руководители проектов всегда тебе нужны, чтобы все это успевать обрабатывать входящую информацию, потому что давайте сделаем как Амазон, это значит, давайте мы внедрим агентскую схему и с этим связано там миллион задач. Ну, и, конечно же, 10-15 инструментов ТРИС, которые лучше всего применять на лету, потому что именно бизнес-ТРИС позволяет не ходить вокруг до около, именно ТРИС позволяет взяться и начать работать. Ну, давайте посмотрим немножечко, что конкретного я применяю периодически в решении задач. Это могут быть как абстрактные задачи, это может быть как выявление того, что нас ждет в ближайшем будущем, так и задачи на решение конкретных проблем. Ну, давайте коротенечко. Как я уже говорил, на проекте необходима там пару руководителей проекта, там десяток аналитиков данных, десяток бизнес-аналитиков, и вот, ну, например, в частности, мы применяем у себя внедрили, это такой там ТРИСовский прием, которым у нас Валерий обучал в процессе работы. Например, это там бизнес-аналитики или аналитики данных, это достаточно сложная сфера, ну, то есть не получится просто взять директору по персоналу и там быстро найти таких специалистов. То есть выставляются определенные критерии, раскидываются кандидаты, ставятся комментарии, выстраиваются определенного рода баллы, то есть кандидат должен найти сам себя. То есть по этим критериям с помощью специалистов, которые у меня уже работают практически без привлечения HR-директоров или там специалистов по подбору персонала, нам у нас получается найти этих специалистов в самые кратчайшие сроки. То есть мы парсим все необходимые источники с кандидатами, которые есть, выстраиваем вот эту многокритериальную матрицу, быстро проводим интервью с тем, что мы хотим узнать и какие критерии для нас важны, и на выходе мы максимально быстро закрываем эти задачи, потому что, ну, порой подобрать специалиста, ну, это такая большая история, особенно 10 специалистов, особенно за месяц. по поводу абстрактных задач, про которые я говорил, да, то есть, например, для, если брать рынок ритейла, то ритейл необходимо прогонять для себя, понимая, что ждет рынок в будущем, либо многооконная, многоэкранная система, да, многооконная, в которой мы видим там прошлое, будущее, над системой, под систему, либо там S-образную кривую, вот эти S-прыжки, если сейчас есть там с нами люди, которые еще там не учились на 30, либо там находятся на первом уровне, ну, там чуть позже вас это все обязательно ждет, и вы научитесь правильно там строить вот эти самые S-образные прыжки, каждый раз повышая определенный уровень тех или иных параметров, вот, соответственно, и там, если смотреть на нас, то, например, хотим как Амазон, да, это значит, что это маркетплейс продавцов, это на самом деле не конечная S-образная кривая, которая приведет нас в конечном итоге к каким-то другим параметрам, о чем нам говорит Трис, и скорее всего к этому придет, и поэтому бизнес-архитектору, например, в частности, очень важно смотреть не только то, что будет на следующей S-образной кривой, а что же ждет нас там через две кривые для того, чтобы сразу подложить соломку и внедряя определенные решения сейчас, уже закладывать вот тот самый фундамент для того, чтобы сделать следующий прыжок, потому что каждый раз это достаточно болезненная история, ну, при уровне автоматизации 97% классических ритейл-процессов, внедрение такого процесса, как агентская схема, да, назовем ее так, особенно агентская схема там с удаленной доставкой, без собственных складов, это очень серьезная история, ну, например, также мы применяем периодически там радары эволюционного потенциала, то есть мы с помощью определенных инновационных приемов мы проходимся по всем параметрам, находим решение, каким образом мы можем сделать изменения тех или иных параметров, и на выходе мы имеем там радар эволюционного потенциала, то есть мы смотрим, в каком месте система готова изменяться, внедряем это все и смотрим, что вот, ну, например, это конкретный кейс по поводу там складских наших процессов, по поводу там работы с витриной и так далее, то есть вот мы видим, что мы смогли добиться таких результатов, мы видим здесь потенциал, значит, в эти направления имеет смысл инвестировать свои ресурсы и усилия, ну, как мы знаем, в IT-отрасли она хоть и динамическая, она хоть и самая быстрая и самая, наверное, высокая норма прибыли на данный момент, но все-таки специалисты стоят дорого и порой одними гипотезами сыт не будешь. Необходимо все-таки иметь четкий план, что же будет развиваться и что имеет смысл развивать и что будет важно для клиента и идти в эту сторону. Например, конкретная там история, да, я сейчас не буду углубляться там до уровня индей по каким-то вещам, но, например, это вот стандартная достаточно история по M&D, да, то есть это Merchant Acquisition, это слияние поглощения. Сейчас это достаточно трендовая история для многих корпораций, я в том числе там проговариваю эту историю с кем-то снаружи, то есть не только в нашей корпорации, но и там консультирую кого-то. Здесь получается следующая история, то есть особенно если у вас высокий уровень автоматизации, это, как говорится, обратная сторона медали, когда высокий уровень автоматизации, это суперздорово и все процессы у тебя летают, но на выходе ты получаешь обратную ситуацию, если вдруг тебе необходим компанию интегрировать или выделить наружу. Соответственно, вот проблемы с отделением, это, например, карта восприятия проблем, отличный инструмент риск, который позволяет понять ключевую проблему, потом уже дальше, если смотреть, мы это можем разделить на RCA+, да, я тут, ну, простите, это уже там достаточно индейная история, поэтому я стер все показания внутри, но вернувшись наверх, если верхний уровень его пробежаться, да, получается, что у нас есть IT, у нас есть процессы, у нас есть информация, то есть крупный бизнес состоит из этих трех крупных блоков, которые на выходе приводят именно к тем проблемам с отделением, и дальше уже мы видим дальнейшие противоречия, какие-то из них у нас решаемые, какие-то из них у нас нерешаемые, самое главное, мы имеем набор противоречий, это то, с чем работает ТРИС, потом уже мы можем это все, естественно, прогонять по там, RCA+, потом мы выбираем, категоризируем эти проблемы, эти противоречия, прогоняем там через 40 инновационных приемов, через матрицу, соответствующую там, Дэрила Манна, например, вот, Валерий принимал самое непосредственное участие, насколько я помню, и в дальнейшем уже можно с этим работать, ну, то есть, вот мы это все сводим к противоречиям, на выходе, та самая ключевая проблема, проблема с отделением, часть бизнеса, или бизнес-единицы, или еще что-то, и вот мы таким образом можем уже смотреть, каким образом это все будет работать. Ну, и на выходе, если смотреть конкретные там ситуации, то есть, разбирая конкретные кейсы, например, там, с отделением крупных предприятий, выделением, точнее, бизнес-единицы из крупных предприятий, мы можем уже возвращаться назад к архитектурным инструментам, это вот high-level vision, так называемое видение архитекторное, ну, архитекторское, что-то правильно сказать, видение процесса, который должен быть, и придумываются достаточно нестандартные вещи, которых на рынке до сих пор не было. Ну, по крайней мере, я не встречал, хотя с многими специалистами общался, и там очень много архитекторов опрашивал, и имея определенный подход через ТРИС, было там принято решение, а давайте вот сделаем некую карантинную зону, которая позволит объединить на виртуальном уровне главные ключевые вещи прогнать через вот эту карантинную зону, при этом никто из бизнеса не пострадает, то есть, по сути, карантин – это часть бизнеса, которая потом легко отделяется. Ну, вот, если вкратце, то, наверное, Валерий, я надеюсь, не выбился за хронометраж, если можно, еще можем устроить, так сказать, сессию вопросов-ответов, там, если есть, по пару-тройку минут. У вас еще 15 минут есть. А, да, я немножко просто торопился, видимо. Ну, хорошо, давайте тогда зададим вопросы. Вот, обычно вопросы печатаются в чат, но в чате я пока не вижу вопросов. хорошо. Коллеги, ваши вопросы по презентации, Анатолия. Если есть вопросы, то, ну, пока нас немного, можете включать микрофоны, задавать, либо же пишите в чат. У меня вопрос, Анатолий, вот вы сказали, что сначала есть общий бизнес-архитектор, который определяет общую пайплайн. а затем подключаются корпоративные solution-архитекторы. Solution-архитекторы, да. Так вот вопрос, кто первый? Я первый. Вы первый. То есть вырисуете пайплайны, они потом подключаются уже. Да, 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 да. Корпоративные архитекторы, это, как правило, люди, которые отвечают за свои направления, либо за доменные области, ну, например, коммерция, маркетинг, что-то еще, либо отвечают за конкретные системы, типа там, системы ERP-класса или системы финансового учета, ну, типа там, Cognos какого-нибудь, или это система управления мастер-данными. Ну, то есть это уже корпоративные архитекторы, они отвечают за корпоративные системы непосредственно. Вот у меня возникает такой вопрос. Корректно ли они интерпретируют вашу пайплайн? Возникает ли тут проблема? Иногда бывает. Иногда бывает в связи с чем? Потому что порой возникают некоторые противоречия между нами, потому что мои верхнеуровневые требования к бизнес-процессам и к требованиям к системам, которые должны обрабатывать эту информацию, порой хранят в себе некоторые противоречия временного характера или же там обратной связи или еще какой-то. Ну, то есть и коллеги порой в силу своей психологической инерции Валерий порой считают, что так невозможно, потому что до этого так никто не делал. Приходится встречаться отдельно, убеждать, что коллеги, давайте смотреть на вещи шире, давайте будем подходить к вопросу, используя опять же те же ТРИЗовские приемы. Очень часто, Валерий, приходится объяснять на пальцах людям, что вот, вы классно знаете свою систему. Вот есть два архитектора корпоративных, они знают свою систему. На стыке они уже интегрированы в каком-то формате, а мне необходимо внести изменения такие, которые вообще по-другому заставляют работать эту систему. Порой приходится изобретать, некоторые называют это костылями, некоторые называют это какими-то временными решениями, а иногда приходится прибегать к каким-то решениям вообще нестандартным, не классическим, но несколько раз удавалось таким образом решать проблему. Да, бывает, бывает то, что мы вступаем в некое противоречие. Потому что, как мне видится, здесь бизнес, общий бизнес-архитектор, главный бизнес-архитектор, может либо опережать время, может либо отставать по времени. Ну, как правило, я еще использую, то есть аналитики, они находятся в моей команде. Корпоративные архитекторы, они не у меня, они находятся в своих доменах, а у меня команда бизнес-аналитиков. То есть бизнес-аналитики позволяют по косточкам разобрать вот те самые связи между корпоративными системами. И порой то, что он не на поверхности, приходится вытаскивать откуда-то из глубины, составлять бизнес-функциональные требования и соединять вот эти вот, казалось бы, несоединимые части изначально. Поэтому я всегда у себя держу в команде аналитиков данных и бизнес-аналитиков. Это отдельная история от общекорпоративной темы. То есть, ему вроде бы у бизнес-архитектора аналитики в штате, они как раз позволяют разбирать вот такие вещи. Хорошо, спасибо. Вопрос там Ольги Андреевой. Анатолий, отличное представление. Многие путают роль бизнес-архитекторов и IT-архитекторов. Почему это происходит? Объясню. Потому что бизнес-архитекторов крайне мало вообще. То есть, бизнес-архитектура, например, если взять тот же Тагап, вот то самое представление, классическое представление архитектуры корпоративной, там получается сейчас там еще вопрос, я отвечу, да, сейчас. На самом деле, у меня больше построение самого бизнеса. То есть, это там стейкхолдеры, это бизнес-процессы, это взаимодействие всего, что потом уже начинает переходить IT-архитекторам. То есть, IT-архитекторы, они не выходят за границы IT-систем. Бизнес-архитектор взаимодействует с бизнесом целиком. Это и какие-то legal вещи, и какие-то там ограничения информационных систем, потому что есть еще информационные архитекторы, которые строят потоки информации, которые движутся внутри компании. Что откуда, где должно сохраниться, кому должно отобразиться. И бизнес-архитектор, он должен учитывать все, потому что потом он уже и IT-архитектором, и solution-архитектором, который разрабатывает архитектуру конкретных приложений, и архитектором информационным уже передает то видение, которое должно быть построено, исходя из совершенно новой какой-то инициативы. Следующий вопрос от Антона Кожемяка. Анатолий, на каком иерархическом уровне, как правило, вам приходится устранять противоречия? И 100-1500 противоречий, это сколько же все же по вашей практике? Ну, беря конкретный, например, процесс, например, выделение компаний из групп компаний или принятие компаний, это в среднем решается 5-6 противоречий. Ну, таких серьезных, потому что есть тупиковые противоречия, с которыми ты ничего не можешь поделать, это, например, ограничение в силу законодательства или ограничение в силу невозможности информационной системы переварить огромные объемы информации или невозможности внедрить какое-то там дорогое вендорское ПО из-за ограничения по ресурсам, в том числе и денежным, потому что объемы здесь достаточно большие, и приходится решать противоречия 5-6 конкретных противоречий, которые позволяют все-таки перейти. Следующий вопрос Тимур Агафитулина. Анатолий, на вашей схеме эволюционных прыжков завершающий формат собственное производство. До этого этапы сохраняли главную функцию коммерческую, а в конце происходит смена функции на производственную. Вы думаете, торговля готовыми изделиями уйдет, все будет делаться под заказ? Ну, коммерческая функция здесь никуда не девается, потому что все-таки должно сохраняться сырье, оборудование, на котором будет что-то изготавливаться. Поэтому здесь просто бизнес, он эволюционирует ближе к клиенту. Ну, то есть это более клиентоориентированная часть, причем со стороны клиента уже начинается основной процесс. То есть сама по себе торговля, не исчезает, просто торговля становится торговлей чем-то другим. От Ольги Андреевой. Как вам удалось обойти проблему сложных взаимоотношений аналитиков данных и менеджмента? Извечная проблема. Здесь являюсь я точкой входа, поскольку аналитики данных это достаточно специфические ребята. Они обрабатывают огромные массивы информации, так называемые бигдейта, если брать структурированные и не структурированные объемы информации. И тут являюсь либо я точкой входа, либо бизнес-аналитики, потому что менеджмент достаточно трудно управлять такими специфическими специалистами. Ну, то есть если напрямую соединить бизнес и аналитику данных, ничего хорошего из этого, как правило, не получается, потому что у бизнеса и у менеджмента частенько возникает недоверие и приходится с помощью определенного бизнес-анализа подтверждать гипотезы, выстраивать их правильно, и потом, выстраивая модель данных, подтверждать это все на данных. Ну, опять же, аналитики данных бывают те, которые занимаются R&D-процессами, когда нужно что-то там типа машинного обучения или data science, да, есть там аналитики данных, которые просто структурируют огромные массивы информации, выстраивают это в какой-то удобоваримый и удобочитаемый формат. Антон Кожемяков, продолжение своего вопроса. То есть, в основном противоречия решаются на верхнем иерархическом уровне? На самом деле, на несколько уровней вниз порой приходится уходить, потому что верхнеуровневые проблемы за собой тянут какие-то подпроблемы, иногда приходится решать какую-то подпроблему внизу, для того, чтобы стартануть наверх. На всех уровнях приходится решать, отвечая на вопрос Антона. С вопроса Светлана Ракелян. Анатолий, вы обучали свою команду инструментам ТРИС, и приходится вам внутри корпорации с коллегами из других подразделений сталкиваться с необходимостью погружать их в средствовую методологию? Вот конкретно обучение я не проводил специалистов. Я даю иногда какие-то инструменты, вот в частности многокритериальная матрица принятия решений. Своим специалистам я это даю в обязательном порядке, потому что это очень удобный инструмент структурирования информации и быстрого выбора конкретного решения, которое необходимо принять. Вот мы это применили к персоналу. Ну, супер классная затея, персонал в идеальном конечном результате должен найти сам себя, конечно, но мы приближаемся к этому процессу, то есть как минимум мои специалисты без привлечения HR, которые в этом не сильно разбираются в конкретной задаче, в конкретном специалисте под конкретную задачу, помогают быстро найти себе таких же специалистов. То есть они с ними эмпатически общаются на одном языке, поскольку это специалисты из одного профиля. По набору необходимых навыков и компетенций они прогоняются по многокритериальной матрице решений, добавляются сюда зарплаты, все, на выходе мы получаем специалистов максимально короткие сроки. Поэтому какие-то инструменты я даю. Ну что ж, Анатолий, спасибо. Я присоединяюсь к Антону Кожемяка, который говорит спасибо за интересный доклад. Спасибо большое. Очень интересно было. Спасибо, коллега. И желаю вам всего лучшего в развитии ТРИС.